Под уровень А-69-1, это пространство, располагающееся между уровнями А-69 и А-70. Описание. Чего? Под уровень А-69-1 это непомерно огромный океан, посреди которого происходят различные аномальные явления. Истинные размеры подуровня неизвестны, не было ни одного случая, когда странник встречал здесь другого странника. Люди, попавшие на подуровень группой, также были разъединены. Скорее всего люди появляются в случайных местах океана, что говорит об обширности подуровня. Странник почти всегда появляется непосредственно в воде. Но имеется небольшой шанс оказаться на одном из островов подуровня, А-69-1. Рекомендуется по возможности как можно скорее взобраться на ближайший остров, так как вода имеет чрезвычайно большую концентрацию соли. Если ничего не предпринимать, то соль уже через 15-20 минут начнет оказывать негативные эффекты на эпидермис кожи. Однако большая концентрация соли все же дает один положительный эффект — увеличение плотности воды. Вследствие чего даже не умеющий хорошо плавать странник не сможет утонуть. Время суток на подуровне А-69. Один ведет себя максимально хаотично. Солнце или же объект, выполняющий его функции, может часами стоять в зените без малейшего движения, а потом в один момент резко пропасть, уступая место полной темноте. Подобный эффект был ранее обнаружен на уровне А-69. Вода в ночное время суток скоротечно начинает охлаждаться до около нулевой температуры. Стоит отдельно описать и острова подуровни, ведь они имеют ряд необычных свойств. Все острова целиком и полностью состоят из странной упругой материи темного цвета. Несмотря на низкую твердость, данное вещество обладает аномальной прочностью и имеет запах золы. Точная плотность вещества не определена, но однозначно можно сказать, что этот параметр значительно ниже у соленой воды океана. Однако по какой-то причине острова не идут ко дну, а наоборот, будто даже не касаются поверхности сетчатки. Видимо, причудливое вещество на линии соприкосновения с водой образует некую стойкую поверхностную пленку. Подтвержденных сущностей на подуровне А-69, один не было обнаружено. Вода океана крайне прозрачна, и отлично видно, что там ничего нет живого. Правда, несколько странников сообщали о том, что смотря в глубокую пучину океана, они однажды заметили, что голубоватая бездна в один момент сменилась какой-то темной тенью, будто дно резко углубилось. Тень была настолько велика, что затмевала собой весь горизонт со всех сторон и, видимо, простиралась и дальше на тысячи километров. Кому или же чему принадлежит данная тень и на какой глубине она находится, остается загадкой. В любом случае, этот зрачок исчез в одно мгновение так же быстро, как и появился. Великий навес. Моё веко. На подуровне А-69, один периодически происходит одно очень завораживающее и одновременно опасное событие. Событие происходит каждые 3-4 часа и именуется как «великий навес». Навес представляет собой внушительную мега структуру коричневого цвета, которая измеряется несколькими километрами в высоту и неопределенно большим количеством в длину либо ширину. Структура появляется всегда с одной стороны и стремительно покрывает собой весь горизонт. Сторона появления навеса была обозначена как «северная». Благодаря этому обозначению можно иметь определенный пространственный ориентир на данном подуровне. Также, навес можно описать как «своеобразное одеяло», которое вскоре после своего появления покрывает собой весь океан целиком. Навес так же, как и острова, будто не соприкасается с поверхностью воды, а оставляет минимальный просвет между собой и жидкостью, либо касается воды совсем в немногих местах. Навес уничтожает абсолютно все острова в океане, превращая их в мелкие ошметки. Поэтому, если вы, находясь на острове, заметили надвигающийся навес на горизонте, то рекомендуется немедленно нырнуть в воду, ибо в противном случае навес просто раздавит вас об куски острова. Плавая в воде, можно лишь пригнуть голову и остаться в сохранности. Навес покрывает собой океан примерно на срок в пять минут, чтобы не задохнуться, страннику следует глотать воздух из многочисленных воздушных карманов, которые образуются на линии соприкосновения воды и нижней плоскости навеса. По прошествии ранее указанного времени, навес отступает с такой же скоростью, с которой он накрывал океан. После того, как навес полностью отступит, дрейфующие ошметки островов начинают постепенно слепаться и образовывать новые острова. Процесс полностью завершается спустя полчаса с момента исчезновения навеса. Таким образом, великий навес создает особую цикличность окружающей среды подуровня А69-1. Базы, аванпосты и поселения. На данном подуровне невозможно основать базу, аванпост или поселение. Входы и выходы. Входы. Надолго нырнув в некоторые водоемы уровня А69, вы можете телепортироваться на подуровень А69-1. Выходы. Если совершить выпадение из реальности, при этом находясь на поверхности острова, то можно попасть с равным шансом либо обратно на уровень А69, либо на уровень А7. Теперь вы хотите, чтобы я слеп? Какое невежество!